Торжественная церемония, посвященная Дню работников нефтяной и газовой промышленности, прошла в конференц-зале компании «Лукоил Севернефтегаз». На праздничном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Сегодня в регионе работает около 30 недропользователей. Один из самых крупных – компания «Лукоил Севернефтегаз». Более 2000 сотрудников из Ниньцкого округа, Сыктывкара, Уфы, Перми и других городов трудятся на благо организации. Ежегодно в честь профессионального праздника администрация предприятия поощряет самых достойных работников. За личный вклад в развитие компании в этом году отметили 10 человек. Среди них – Гузель Исангулова. Молодая девушка стала победителем конкурса «Лучший молодой специалист года» среди сотрудников. А сегодня ей предоставили почетное право занесения портрета на стенд «Лучшие работники». Гузель с детства знала, что станет геологом. Честно сказать, о романтике я и не понимала, что такое, кто такой геолог. Но за меня мой дедушка сказал, что у нас будущий геолог. Я согласилась. Но после того, как на втором курсе мы поехали в лес с лопатами, с молотком, ты даже и поняла, куда я пошла. А не пожалела? Вот сейчас не жалеешь о выбранном? Сейчас уже не жалею. Мне очень нравится. Не знаете, мне, наверное, больше даже нравится, что у меня мужской коллектив. Кстати, представители мужской половины коллектива также отметили – украшать почетный стенд у главного здания «Лукойла» будет фотографией еще одного молодого и талантливого специалиста – Сергея Соболева. Честно говоря, нет. Так как я уже находился на ске почета, не так давно, буквально позапрошлым году. Не знаю, за какие-то, значит, профессиональные заслуги. Традиционно накануне Дня нефтяника также чествуют и продолжатели династии – детей сотрудников. Более 30 ребятишек сегодня получили дипломы и призы от профсоюзной организации компании. Я вот люблю заниматься танцами, пением, ну и ходить на кток. Я каждый год стремлюсь хорошо учиться на 4-5. Сегодня в конференц-зале было многолюдно. Поздравить одну из самых значимых организаций пришли представители власти и общественных организаций. Ведь наполняемость бюджета Ненецкого округа напрямую зависит от эффективности нефтегазовой промышленности. Мы каждый год подписываем соглашение с компанией «Лукойл». Компания производит отчисления на социально-экономическое развитие. И вот в ближайшем будущем мы начнем один очень большой инфраструктурный проект, социальный проект, который, я считаю, необходим нашему округу. Это строительство физкультурно-зарительного комплекса, где у нас будут спортивные залы, соответствующие всем стандартам. И также будет еще один бассейн в этом инфраструктурно-зарительном комплексе. И об этом мы договорились с руководством компании «Лукойл». И строительство будет осуществлено на отчисления на социально-экономическое развитие нашего округа. Это вот такой большой масштабный проект. Впереди у компании большие планы строительства новых социальных и культурных объектов. Директор предприятия Игорь Шарапов, подводя итоги празднования, отметил, что компания заботится не только о сотрудниках, но и о каждом жителе региона. Анастасия Саботович, Любовь Фермякова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Анастасия Саботович, Любовь Фермякова, Александр Дуркин, Телеканал «Север».